Перейдем к обещанной трудной теме. На самом деле я ее начинал уже в тьмоклассе. Именно потому, что я понимал, что эта штука трудная, но с другой стороны она в высшей степени принципиальная, нужная, важная и так далее. Формула Ньютона-Лейпенца. Только что я пользовался вот такой штукой. Интеграл А до В, Х квадрат Д, Х, это есть Б куб минус А куб на 3. Пользовался? Да. Замечательно, вот это частный случай применения формулы Ньютона-Лейпенца. Да, да. То есть смотрите, что здесь написано. Здесь написана такая штука. Значит, имеется парабола у равно х квадрат. Имеются два числа. Цель найти эту площадь. Так вот смотрите, что здесь на самом деле написано. А на самом деле написано здесь следующее. х куб на 3 в пределах от А до В. Вот такая вот вертикальная палка. Она означает следующее. Надо функцию, которая написана до этой палки, вычислить вот в этой точке. И с минусом взять ее значение в этой точке. Поняли смысл? Как ни были. В куб минус А куб делить на 3. Понятно? Так вот оказывается, что любой интеграл считается именно так. Значит, пишу. Да, очевидно. Вся математика, да, очевидно. Совсем вся математика очевидна. Вот она. Единственное, надо понимать, что написано здесь и что написано здесь. Так, значит, другими словами, это выписано вот таким областом. Вот от А до В, наверное. Разность значения функций в этих двух точках. Так вот, что такое f большое для f маленьких? Интеграл от нуля? Ну, на самом деле не всегда это интеграл от нуля. Дело в том, что, например, такая возможная штука, что f от x может быть вообще в какой-то точке неопределена. Поэтому обязательно уж брать интеграл от нуля не обязательно. Нет, нет, нет. Дело не... Неопределенный интеграл. Неопределенный интеграл. Это правильная фраза. Видите, я говорю, что кто-то из вас уже эти слова слышал. Неопределенный интеграл. Единственная проблема от того, что вы так произнесли, олег, что не стало. Потому что надо еще объяснять, а что же такое неопределенный интеграл. Есть еще одно слово? Неопределенный интеграл. Неопределенный интеграл – это правильное слово. Еще и другое слово. Производная – это немножко другое. Неопределенный интеграл – это что? Функция. Качественные производные родны изначальных. Молодец. Это правда. f штрих от x это f от x. Это правда. Но на самом деле есть еще одно слово. В нем две буквы O подряд. Первообразно. Да. Определение. Функция f большое называется первообразным для функции f маленькая, если, во-первых, f большое это непрерывная функция, а во-вторых, производная в каждой внутренней точке отрезка равна значению функции f маленькая. Так вот, смотрите, как вот это на самом деле, как эта формула может быть понята. Это выражение на самом деле может быть записано следующим образом. f маленькая от x dx это на самом деле, давайте я напишу, f маленькая от x dx это df от x. Сразу же скажу, это выражение никакого математического смысла не имеет. Но оно очень хорошо запоминается, и поэтому любой преподаватель физики скажет, что да, конечно, это вот самое главное. На самом деле, когда изучаешь математику, важно понимать, что здесь написано в лучшем случае определение. Причем определение вот этого понятия, которое, что называется, больше нигде у нас не будет использовано. Поэтому, значит, повторяю, для физика это жутко важно и интересно, потому что это ему дает понимание того, зачем мы все этим занимаемся. Для математика это, ну, формула. Формула, да, вот это, на самом деле, просто определение вот этой штуки. По большому счету это просто определение. Так что мы все равно с вами должны будем в ближайшее время дать математический смысл этому значку. Хотя это, скорее всего, помните, да? Производное это предел, помните? Да. Вот, так что это как раз не страшно. Этому значку. Это, наверное, тяжелее. Хотя наивный смысл мы тоже с вами как-то уже обсуждали. Это предел интегральных сумм. Так, извините, доказать, что эта штука существует. Предел интегральных сумм существует. А для этого нам с вами придется узнать, что такое равномерно непрерывная функция. Что такое непрерывная функция, все помнят? Как для каждой точки она определена? Для каждой точки определена. Ну, во всяком случае, это нужно. Но этого мало. Например, функция, которая равна единице для положительных чисел, нулю для нуля, и минус единицы для отрицательных, она, конечно, во всех точках определена. Но она разрывная в нуле. Нет, нет, еще какое-то есть очень важное требование, чтобы функция была непрерывная. Звон непрерывная в каждой точке. Непрерывная в каждой точке. Отлично. А что значит функция непрерывная в каждой точке? Функция непрерывная в точке, если... Такой бы маленький промежуток нельзя есть. Да. Всегда найдется такое... Я писал, что если мы будем изменять аргумент... Молодец. Что при стремлении к любой точке значение функции стремятся к значению в этой точке. Отлично. Ну что, давайте я, что называется, начну формулировку теоремы Ньютона-Леница. Формулировка такая. Если нам дали любую непрерывную на отрезке АВМ функцию. Ф-мамико. Любую непрерывную функцию. То для нее существует предел интегральных сумм. Для нее существует неопределенный интеграл. И при этом выполняется вот эта формула. То есть, какой неопределенный интеграл ни бери, разность его значений в точках... Кстати, почему я сказал, какой неопределенный интеграл ни бери? Все понимают? Дело в том, что если вы функции F во всех точках прибавите одно и то же число, то что произойдет с графиком? Он сдвинется вдоль вертикальной оси, да? А при этом направление касательное не поменяется. А F' это, помните, это танец угла наклона. То есть, производная постоянная это ноль. Вот если вы к числу F большой от X прибавите некое число С, ресторанный анекдот соответствующий все помнят. Сказку. Как-то раз, не важно кто, Решил попросить перед приятелем, какие у нас в России умные девушки-офтицинги. Слушайте, вот большая просьба. Давайте, вот мы будем тут сидеть, да? Давайте, когда вы подойдете, и я вас спрошу, я вас спрошу, чему район интеграл от X квадрата? И вы, словно, всю жизнь это знали, ответите, X куб делить на 3. Договорились? Долгом делить на 3. Покажу понятно? Да. То есть, чему район интеграл от X квадрата? Вот вы подойдете там за заказом своим? Да? С менюшкой, да? С чем это? Вот. А я, словно, так и надо в наших ресторанах, спрошу, чему район интеграл от X квадрата? Вот. Почему ответы X квадрата? Вернулся за столик, подходит официантка, все идет по плану, значит, там, поговорили о блюдах, потом он, значит, как же, не означая, спрашивает, девушка, скажите, пожалуйста, чему район интеграл от X квадрата? Так, как учили, выпаливает X куб делить на 3. Все нормально, отходит, потом на мгновение останавливается, возвращается, ой, извините, плюс константа. Теперь по делу, если на самом деле, вот это слово плюс константа, оно случилось всегда, да? Когда вы говорите про любой неопределенный интеграл, то у вас абсолютно всегда будет, что неопределенный интеграл, это функция, плюс любая константа. То есть можно взять целиком график, перенести его вверх, от этого, эта штука не перестанет быть, неопределенный интеграл. Так вот, значит, ребята, смотрите, на самом деле, доказательство этой самой теоремы у нас будет такое. Во-первых, совершенно отдельный сюжет, причем довольно тяжелый и длительный. Это будет доказательство существования этого объекта. первообразное. когда мы докажем его существование, мы с вами поймем, что благодаря этому мы сумеем, повторяю, благодаря вот этой штуке, мы сумеем с вами доказать существование этой самой первообразной. Я даже сразу по секрету скажу, что такое будет у нас первообразное. Как только мы докажем, что есть интеграл, у нас будет сразу же выписана такая формула. f большое от x это, внимание, интеграл от а до x f от y до y. Вот такая будет формула. То есть, существование первообразной доказывается так. Мы просто докажем, что есть интеграл и докажем, что этот самый интеграл это как раз и есть первообразная. И еще отдельный сюжет. Это будет доказательство того, что собственно такая формула верна. Понятная идея? Доказательство собственного формулы. А из этого же это чьи следуют? Из этого очевидно следует? А давайте расскажите. Ребята, это важно. Я понимаю, что он сейчас говорит. расскажите, потому что это кусочек общей картины. То есть, у нас есть какая-то функция. Ну, после решения начались общие. точка точка тогда неудачно. 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 То есть, это будет точка С, точка С. У нас есть точки А и В. Да, Кстати, Андрей прав. На самом деле отсчитывать можно абсолютно от любой точки. Чем вам точка А не понравилась, не знаю, но точка С ничем не хуже. Дальше. на площадь вот этой штуки плюс площадь вот этой штуки на площади вот этой штуки. Да. Ну, понятнее сказать, что вот это, это есть разность между этим и этим. Да. Значит, это, ну, собственно, вот, это и написано, что за разность в таком интеграме. Поняли? Мы говорим, что пусть F большое это есть интеграл от С до Б. Мы потом докажем, что он существует в пределах интегральных сумм. То есть, по сути, это площадь вот этой штуки. То есть, пусть мы доказали, что существует такая штука. Пусть мы доказали, что существует пределы интегральных сумм, теперь мы объясняем, откуда что-то берется эта формула. Это какая-то константа, да? Нет. С, ну, это точка, точка, от которой отчитывать. Можно было от нуля, почему-то мне понравилось от нуля, можно было от точки А, как я хотел, про А, Андрей захотел от какой-то точки С. Это как раз неважно, от какой точки мы начинаем все это отчитывать. Да, и чего? Ну, вот, вот эта площадь интеграл вот на фантом Б. Да. Вот. Эта площадь это ф от А. Ну да. А эта площадь это ф от Б. Ну, и вот как раз разность ф от Б и ф от А. Это получается это... Понимаете? ф от А. Да. Ну, вы правы, по сути, вы правы. Только вы одну вещь забыли. Помните? Я вам объяснял она про официантку, которая помнила про то, что плюс С. То есть, ребята, представьте себе, что мы взяли какую-то первообразную. Так, Алеш, покажите вот сюда. Первообразная это вот это. И мы взяли вот эту первообразную. Так вот, представьте себе, две функции. Одна из них, жестко определенная вот этой формулой, да, для нее это вот ровно то, что вы сказали. Это очевидно, это правда. А теперь представьте себе, есть еще какая-то другая, про которую мы все, что знаем, это вот разница такого типа. Какая-то там G-большой, да? И вот, оказывается, что для нее разность будет такая же. Нет, вот сюда прибавляйте константу. Действительно можно, то есть, это совершенно разница. Важно, что других нет. Важно, что других нет. Так вот, это тоже будет отдельный этап доказательства формулы Newton-Drevis. Понятно? И вот, понятно. Так вот, вот этот, тот этап, который мне сейчас говорил, он на самом деле гораздо легче того, что доказывает, что пределы интегральной суммы существует. Поэтому, давайте сделаем так, что я сейчас временно забыл про интегральную сумму. и сосредоточусь на выяснении, почему же эта самая цель. Для этого я делаю следующую вещь. Я докажу, что неопределенные интегралы одной и той же функции отличаются на константу и не могут никак по-другому отличаться. давайте напишем эту теорему. Она очень важна. Теорема. Если M и G определены на некотором отрезке AB непрерывный на всем этом отрезке. непрерывный на этом отрезке. И для любой внутренней точки этого отрезка и для любой внутренней точки C отрезка AB верно равенство верно равенство L большого штрих от X равно G большое штрих от X внимание от C от C от C от 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 C от C значит у вас заключение существует. Понимаете? А как называется функция, у которых есть производная в каждой точке? Гладкие или есть еще и другое слово? Дело в том, что гладкие это немножечко сленг. Потому что очень часто в математических работах говорят так, пусть функция будет настолько гладкой насколько мне это нужно. Но при этом у нее есть две производные или три раза ее может дифференцировать или есть три раза непрерывно дифференцировать. То есть гладкие это некоторое знак необязательности и иногда это слово используют в разных смыслах. А есть точно функция, у которой во всякой внутренней точке отрезка есть производная как называется? Нет. Непрерывная это если она во всех точках непрерывно дифференцированная. мне это даже здесь не нужно. Мне достаточно просто дифференцированная. Непрерывно дифференцированная это означает, что у нее есть производная и эта производная является непрерывной функцией. А мне сейчас нужно другое. Мне нужно следующее, что они дифференцированные. Что производные есть в любой внутренней точке они есть. Дифференцированная функция в каждой точке есть производная а производная непрерывная в общем не всегда. Например. Возьмите интеграл от разрывной функции. Да, запросто. Интеграл от сигнума. Не понимаете? Нет. Ну, в общем, так. На самом деле в анализе функции одного переменного есть такой наивный принцип. Если не видишь, почему это обязательно должно быть так, то наверняка есть пример, когда это не так. Есть даже целая книжка. Елбаум Олмстед называется контрпример в анализе. Честное слово, огромное количество разных картинок. Я сейчас не хочу на это отвлекаться. Безусловно бывает, что у функции производная является так вот, господа, давайте все напишу. То, что F равняется чему? G B минус понятно? F минус G во всех точках отрезка принимает одно и то же значение. это а а а а потому что это достаточно. Я могу взять любой отрезок. Еще раз, если угодно так. Если угодно так, потому что отрезок можно взять любым, и отрезок зависит. Ребята, здесь очень важная вещь. Любой физик вам скажет, что это утверждение на самом деле очевидно. скорость изменения величины. Согласны? Да. Так вот, это наши две функции изменяются с одной и той же скоростью. Да что это означает? Это означает, что есть два человека, две материальные точки. Они, может быть, были в разных местах, а дальше их скорости, то есть, если одна побежала, то и другая побежала. Одна затормозила, другая затормозила. Дальше их скорости равны. Смысл такой, что в таком случае, понимаете, да, идея? Вот. Только маленькая проблема. Математическое доказательство сумеется таким образом не поведешь. Потому что надо как-то это объяснять. Более того, если бы математики придумали функцию, у которой производная равна нулю, а она успела бы на отрезке изменить свое значение, то физики сказали бы, да очевидно, что такая функция есть. Кстати, ребята, скажите мне, пожалуйста, может так быть, что точка за единичное время прошла единичное расстояние, при этом почти все время стояла на месте. Знаете, такой пункт или нет? А, да. Еще раз, понятие кантеровая лестница. Слышали меня? Слышали меня, Продолжение следует...